Логически, да, вот когда такая концовка в турнире хайроллеров, где, ну, по большому счету, если бы вы были не игроками в покер, а шахматистами, ты мог бы этим соперникам своим давать сеанс одновременной игры примерно. Ну, вот сколько их есть, ты мог бы с ними со всеми одновременно играть, и, скорее всего, ну, как бы выиграл бы у них, там, если бы в шахматы играли, ну, там, 10, 0, там, 9. Ну, я понял, что это так. Да, вот при этом глубина стэков такая, ну, там была, насколько я понимаю, что реализовать свое преимущество, ну, тебе было, мягко говоря, затруднительно. Вот нет какого-то такого, это не раздражает? Или там, типа, ты изначально, когда записываешься в турнир и видишь, что там уровень по 45 минут, ты понимаешь, что, ну, типа, неизбежно, это так. Ну, конечно, ну, там еще плюс. Именно поэтому в глубокой стадии этого турнира оппонентам Антона, он может давать сеанс одновременной игры. А если бы все было так, что это было бы как шахматы, то никто бы в покер не играл. Ну, да, да. Не-не, то есть, ой-ой-ой. Ох, ты! А, вопрос, где придет король, я так понимаю. На самом деле, конечно, это все нормально, совершенно, плюс мы играли долго бабл, у меня там было мало фишек, то есть я даже не расстроился, что вылетел особо. На самом-то деле. Ну, здесь Александр всегда, скорее всего, не будет расширять, да, через 4 бета? Просто сразу, наверное, 45 миллионов. Нет. А, нет, как раз теки, да, сорян. Там же больше 50 блайндов. Тут еще Олег Титов немножко впишется. Ой-ой-ой. Вот, а вот тут уже, скорее, а нет. Тройной Олын. Да, никто никуда не уйдет из этой раздачи. Да, вот такой вот мертвейший кулер на телевизионном столе. И, на самом деле, учитывая, что, ну, рейс с УТГ, да, понятно, это неплохая карта, но 3-бетит Анатолий, который играет очень широко. А Лын на валетах совершенно нормально. Конечно. Тут ошибки никто не допустит. Ну, и, несмотря на то, что сейчас последует рей А Лын от Александра, естественно, даже рассматривать пас с королями здесь совершенно невозможно. Естественно, это кол, как бы, там полно рук, типа, туз король, две дамы. Я взял свои слова обратно, кстати. Король не придет, потому что придет валет. А может прийти и валет, и король. И валет, и король. И так вот Алексей Истомин, который вот сегодня так вот вылетел, который, собственно, с нами тоже с Антоном играл. Я сдержал сегодня свое обещание, передал ему все необходимое, чтобы он сходил в бассейн в Мариотте. Вот он сегодня вылетел в такой раздаче, поставил тройной Алын. У него короли, у соперников дамы и четверки. Он финишировал на почетном третьем месте. Илья, естественно, я спросите, а что то самое необходимое, чтобы сходить? Для того, чтобы в Мариотте посходить в бассейн, нужно иметь и браслетик, и какую-то там специальную такую салатовую карточку. Надо тоже в кого-нибудь взять. Так, тузы поставили Алын. И уже заколировали королей. Вот насколько сейчас... Такой ситуации, конечно, хочется увидеть у обоих ампонентов королей. Да, ну и, кстати, это крупнейший банк, естественно, турнира. Банки 107 миллионов, даже 110 миллионов. По ощущениям, как будто я в резино-рояль смотрю. Да, кто-то, 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 кто-то его выиграет. Ну, если это будет не Олег Титов, то Олег применяет все необходимые ауристические приемы. 110 миллионов в банк. Стал и снял макрофон, да? Пока ключевой банк этого... Аса! Ключевой банк этого турнира. Не финального стола, а турнир. Ну, что-то, ну... Огромным чип-лидером должен становиться Александр. Из Екатеринбурга. Я не представляю, что у него сейчас творится. Ну, вот. Раздает, Настя? Барабанная дробь и... Падам! Вот реально то, что он сдержался, это... Ну, а вы в очередной раз понимаете, насколько я великий игрок на этой серии. То есть изначально... И... Почти. Да... Да, ну... Когда выиграл важный алл-ин, Александр, он поцеловал дилера в макушку. Этого дилера он явно целовать не будет. Ну, а Анатолий Зырин... 134 миллиона. 134 миллиона. Блайнды через 5 минут станут 500 тысячи миллион. И, как вы понимаете, у него, ну, даже больше, чем, думаю, средний стэк на финальный стол. Как вы понимаете, вероятность того, что Дукалец будет стримить Zoom 100 в ближайшем будущем, становится все меньше и меньше. Я просто вот, ну, как бы, я именно его знаю скорее, как вот человека, который давал интервью в рубрике Under the Gun у нас на сайте. А что вы о нем можете рассказать как об игроке? Потому что я как игрока его совсем не знаю. И реально игрок уровня Zoom 100. Я как игрока его знаю, как бы, примерно столько же, потому что в Zoom 100 я никогда не заходил. Турниры в интернете он не играет. За его марафонами и его стримы я не следил, не смотрел. Кстати, отчасти, возможно, потому что у него такой странный леаут на сторонах, что у меня начинает течь кровь из глаз. Я пару раз попробовал, закрыл. Все. А играли мы буквально там, я не знаю, часа полтора, может, в Минске, вот, несколько месяцев назад. Ну, понятно, что очевидно, что Zoom 100 это крепкий игрок, но игрок там не топ уровня, да? Как бы Антон не был, игрок сильнее. Не, ну, мы... Немножечко, но сильно. Понятно, но мне тоже показалось, что некоторые технические действия Анатолия достаточно сомнительные, но зато он находится в режиме бога. Ну, вот этот...